Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я и ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 8496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов. Добрый вечер, Юрий Николаевич. Добрый вечер. Мы с вами предварительно, конечно, говорили, встречались, о чем сегодня будем беседовать. Вопросов много, но начали такой небольшой экспромт. Я знаю, что вы сегодня были в правительстве Московской области и привезли с собой некоторые некие артефакты. Если можно, скажите, на столе у вас лежат грамоты и какие-то дипломы. Что это такое, за что мы их получили? Ну, во-первых, добрый вечер всем нашим зрителям Щелковского района. Сегодня, в завершении 2018 года, министерством спорта Московской области были подведены итоги работы за 2018 год. И нам очень приятно сегодня констатировать тот факт, что Щелковский муниципальный район получил ряд наград, которые высоко оценивают работу и спорткомитета Щелковского муниципального района, учреждений, тренеров, менеджеров в сфере спорта. И как подтверждение этому, в 2018 году физкультурно-оздоровительный комплекс городского поселения Щелково занял первое место в конкурсе на лучшую постановку массовых физкультурно-спортивных мероприятий. И молодежный спортивно-патриотический клуб «Крылья» городского поселения Монина также занял первое место в этом конкурсе. Также в 2018 году министерством спорта была объявлена премия «Живу спортом». Зрители знают или не знают о том, что такая премия в течение года была. И сегодня тоже были подведены итоги этой премии. И очень приятно сказать, что вновь наш руководитель центра тестирования ГТО Щелковского муниципального района стал лауреатом этой премии. И ряд наших коллег из Медвежьих озер, из городского поселения Щелково стали также победителями этой премии. Это высокая оценка их труда на уровне правительства Московской области, потому что их оценивали компетентные жюри в течение года по тем результатам, которые были достигнуты. Поэтому сегодня на самом деле для системы спорта Щелковского муниципального района приятный день. Ну, раз уж мы начали со спортивной темы, тогда давайте, может быть, подведем некоторые итоги уходящего года. Чего мы достигли, ну вот помимо высокой оценки со стороны правительства Подмосковья, что мы, какой, можно сказать, отчет небольшой, да, какие новые объекты спортивные введены в районе, и как развивалось это направление? Вы знаете, 2018 год был для нас очередным непростым годом, безусловно. Мы, конечно же, в рамках тех показателей, которые у нас есть по развитию массового спорта на территории Щелковского муниципального района, конечно же, стремились вовлечь наибольшее количество жителей, систематически занимающихся спортом. И нам эту задачу удалось выполнить. На сегодняшний день у нас этот показатель неплохой, не то что неплохой, он высокий по сравнению с другими муниципалитами Московской области. Конечно, здесь мы огромную работу ввели по наполнению и заполнению тех учреждений, тех объектов, которые у нас введены в строй. Мы их все прекрасно знаем. На сегодняшний день мы должны констатировать тот факт, что у нас есть востребованность в дополнительных часах на объектах спортивных по Щелковскому муниципальному району. Конечно, 2018 год отметился тем, что в сельском поселении Огудневское был введен в строй ФОК, универсальный спортивный комплекс, который мы сейчас тоже прорабатываем сетевое взаимодействие между поселениями. Он практически у нас межпоселенческий физкультурно-оздоровительный комплекс, потому что построен в сельском поселении Огудневское, который находится между городским поселением Фрянова и сельским поселением Трубинское, где таких объектов пока, к сожалению, нет, и мы над этим работаем. Конечно, мы работаем над тем, чтобы в городском поселении Щелково есть очень большая потребность в спортивном объекте для занятий спортивной гимнастикой. У нас этот вопрос звучит практически на всех встречах с жителями городского поселения Щелково, и не только городского поселения Щелково. И, конечно же, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. У нас есть, вы знаете, бассейн «Нептун» в системе образования Щелковского муниципального района, но он не обеспечивает всю необходимость и потребность жителей в этой услуге. Поэтому решением правительства Московской области, губератором Московской области поддержана наша инициатива. И на 2019 год уже два объекта – ФОК с бассейном и ФОК для занятий спортивной гимнастикой включены в государственную программу. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации для их последующего строительства. Конечно же, это, безусловно, направление, которое у нас развивается в системе спорта. Их очень много, и мы этим гордимся. На сегодняшний день я хочу сказать, что наши телезрители, наверное, видели репортаж о недавней встрече главы Щелковского муниципального района в администрации нашего района с выдающимися спортсменами нашего района. У нас есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы, и чемпионы России неоднократные. И, конечно же, это гордость нашего Щелковского района. Мы с ними всегда во взаимодействии. Мы слушаем и хотим слышать, что для того, чтобы еще более динамично развивались те или иные виды спорта, востребованные в Щелковском муниципальном районе. И будем для этого прилагать все усилия и делать все возможное. Ну, вот мы уже поговорили о здоровом образе жизни, тех, кто занимается физкультурой и спортом, но о тех, кто, как говорится, силу ряда причин не может этого сделать, или уже какие-то проблемы бывают со здоровьем. Не можем не коснуться, наверное, очень важной темы. Это работа учреждения здравоохранения в нашем районе, которую вы тоже курируете как замглавы администрации. Меньше месяца назад, насколько я помню, вы посещали нашу первую и вторую больницу. Как там идет капитальный ремонт? Репортаж мы показывали. Но хотелось бы, как говорится, из первых уст услышать, как продвигается работа. На сегодняшний день я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям о том, что в Московской области реализуется комплексная программа здравоохранения Подмосковья, где составляющая частью капитальные ремонты объектов здравоохранения в муниципалитетах. Сразу хочу сказать, что я уже неоднократно говорил, на встрече с жителями и на своих прямых эфирах у вас о том, что эту программу мы реализуем уже третий год на территории нашего района. Она очень непростая. Она очень непростая по своему объему, потому что хочется сказать, что жители все сами видели и знают, в каком состоянии находятся или находились уже те объекты здравоохранения, которые у нас есть. В первую очередь это, конечно, вторая больница, первая больница, городские, центральные в городе Щелково. На сегодняшний день мы подходим к завершению. В этом году мы завершим капитальный ремонт в целом второй больницы. Остались в терапевтическом корпусе установка лифтов новых. И эта больница полностью вместе с благоустройством будет завершена комплексно. Осталось, безусловно, в этом году мы еще получим ряд оборудования нового для операционных этой больницы. И, конечно же, дооборудовать эту больницу более современным оборудованием. Конечно, первая больница нуждается в более капитальных вложениях. В этом году у нас в рамках этой программы мы реализуем и ремонтируем поликлинику на улице Фрунзе, которая тоже нуждается в новом облике, в новом стандарте, который определило правительство Московской области, губернатор Московской области. И, конечно же, это стационар, который находится на улице Краснознаменской. В этом году мы полностью завершаем ремонт детского отделения, которое, конечно, не выдерживало никакой критики. И на сегодняшний день мы в ближайшие дни нашим уважаемым телезрителям покажем репортаж вместе с вами о тех преобразованиях, которые произошли за последнее время в детском отделении поликлиники. Глобальная и комплексная работа идет в больнице поселка Монина. Там ремонтируется и поликлиника, и стационар. Хотел бы, конечно же, сегодня извиниться перед жителями, особенно Монина, за, конечно, за затянутость работ. Технологии зачастую не совпадают со сроками производства работ. Но я уверен, что мы доведем эту работу до завершения. И жители нашего района, и жители поселка Монина, конечно, получат хорошую, благоустроенную и современную и поликлинику, и стационар. Потому что мы за последние годы очень много получали жалоб от жителей о том, что это не соответствует никаким нормам и никаким стандартам. Конечно, мы смотрим уже вперед. И на следующий год мы планируем и у нас готовы документы по капитальному ремонту больницы Фрянова на приличную сумму. И, конечно же, нас волнует в Загорянском поселке. Это ФАП, который находится на Валентиновке. Он тоже в очень неприглядном виде. Эти два объекта у нас стоят на следующий год. И стационар на улице Краснознаменской, первой больницы, мы будем продолжать его ремонтировать. Это будет первое реанимационное отделение. И, соответственно, терапевтическое отделение. Потому что оно тоже, конечно же, не выдерживает никакой критики. Поэтому эта комплексная программа реализуется. Это приоритет, который обозначил губернатор Московской области в своем выступлении. И, конечно же, здесь наряду с капитальным ремонтом, безусловно, идет речь об оборудовании, о котором я говорил. И мы все заявочки на тяжелое оборудование, так скажем, то, которое является высокотехнологичным оборудованием, поданы. И, конечно, создав условия, мы, конечно, должны понимать, что на нем должны работать врачи. И как у нас с кадрами? На сегодняшний день, если говорить о статистике по итогам за 2018 год, то те задачи, которые ставились перед нашим районом, мы, безусловно, выполнили и перевыполнили. Но сегодня мы с полной ответственностью говорим, что и этого пока еще недостаточно для того, чтобы сократить, ликвидировать тот недостаток врачей первичного звена и, конечно же, врачей узких специальностей. И мы эту работу будем продолжать, если наши жители иногда говорят, что, ну вот вы много говорите о том, что вы привлекаете врачей, но мы вот улучшения в этой области как бы не видим. Но я хочу вам привести пример, что за 2018 год Щелковский муниципальный район опять стал лидером по привлечению врачей и по мерам социальной поддержки врачей, которых мы привлекаем к себе в район. Я хотел бы напомнить и еще раз сказать о том, что наряду с тем, что мы администрация в рамках мер социальной поддержки предоставляем служебное жилье для врачей, также мы предоставляем компенсацию за поднаем жилья. И я уже говорил, еще раз скажу, что мы знаем и очень горды тем, и огромное спасибо еще раз говорим правительству Московской области, что у нас был построен перинатальный центр, в котором штатное расписание более 600 единиц. И на сегодняшний день перинатальный центр работает в полном объеме, и врачи туда приехали и работают. И мы сегодня, несмотря на очень непростую финансовую составляющую у района, а район является дотационным районом в бюджетной обеспеченности, мы все равно выделяем на это деньги. Совет депутатов и городской, и районный поддерживает это, потому что понимает, что это очень важная задача. Жители не должны попадать к терапевту или педиатру через 2-3 недели. Они должны попадать к нему быстро, получать качественную услугу, и мы к этому стремимся. У нас очень много в этом отношении еще работы. В большей степени, хотел бы сказать, что это, конечно, касается городских поликлиник и больниц города Щелково. Менее напряженная ситуация в этом ключе у нас в городском поселении Фрянова и в городском поселении Монина. Там штатное расписание практически укомплектовано, и с этим у них попроще. Те вопросы, которые я уже озвучил, мы их будем в дальнейшем решать. Конечно, город. Город плотно населен. На поликлиники и стационары большая нагрузка. За последние, наверное, 2, я здесь более 2 десятилетий живу в Щелковском районе. В районе не было построено ни одного лечебного учреждения, но жителей в районе выросло, поэтому, конечно, нагрузка на лечебное учреждение достаточная. Поэтому, безусловно, эту задачу мы ставим себе в приоритет, и я думаю, что мы с ней справимся, если будем идти вот такими темпами. Юрий Николаевич, у нас есть звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем и ответим на этот вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Вечер. Я могу говорить? Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Юрий Николаевич, я хотела бы вас поблагодарить по поликлинике номер 2. Очень красиво, чисто, светло. Огромное спасибо. На самом деле, работа делается для нас, для жителей. Вот сейчас ремонтируется поликлиника номер 1. Надеемся, что она такая же будет красивая, чистая, светлая. Врачи там замечательные. Но у нас огромный вопрос от жителей, от всего района, микрорайона, который находится на этой части, на этой стороне реки. У нас, знаете, какой вопрос? Когда будет благоустроена территория перед поликлиникой? Стоянки нет практически. Постоянная авария. С ребенком из машины выйти невозможно, потому что тесно, машины друг на друга наезжают. Снег, в общем, деревья какие-то нагнутые, валятся на стоянку, как бы называемую. Будьте добры, решите вопрос еще о благоустройстве для автомобилей перед поликлиникой. Спасибо огромное. Спасибо вам за вопрос. На самом деле вы предугадали очень точно те задачи, которые еще ставятся на сегодняшний день правительством Московской области, Министерством здравоохранения Московской области. Но здесь я отвечу следующим образом. Конечно, у поликлиники на улице Фрунзе есть закрепленная территория за ней. К большому сожалению, наверное, или не знаю даже, как сказать, стояночка – это не территория поликлиники, это территория муниципалитета. И я, безусловно, с этим вопросом мы будем работать вместе с главой, потому что знаем эту проблему. Там очень плотно, там очень неудобно. И нам нужно думать, как ее, эту стояночку, расширить. А если что касается самой поликлиники и ее территории, то в следующем году в рамках этой же программы здравоохранения Подмосковья правительство Московской области приняло решение комплексное благоустройство территории. Не только капитальный ремонт, но и благоустройство территории. Это практически беда во всех учреждениях и здравоохранения, и мы знаем, и образование. Это асфальтное покрытие, которое мы сейчас в образовании, эту программу начали, и дорогу к школе. Мы ее будем, безусловно, продолжать. И правительство Московской области полностью сформировало эту программу, перечень этих учреждений. И в следующем году она начнет реализовываться и у нас в районе в том числе. А по стояночке и по деревьям, которые вы задали вопрос, мы этот вопрос отрабатываем. И сейчас в рамках комплексного благоустройства, это комплексное благоустройство территории, мы ее проработаем, и я уверен, что мы ее решим. Но финансирование, допустим, благоустройства территории перед плеклиниками и капремонт, это одна и та же программа? Нет, это не одна и та же. Это разные программы. Благоустройство это по линии ЖКХ и благоустройство. Капитальные ремонты и благоустройство учреждений здравоохранения, за которыми закреплены подведомственные территории, это программа Министерства здравоохранения Московской области. Юрий Николаевич, ну и чтобы уж закончить медицинскую тему, такой вопрос, какие новшества будут в будущем году, я имею ввиду юридическое слияние учреждений здравоохранения района в одно целое. Какие изменения будут? На сегодняшний день у нас мы столкнулись со следующей проблемой. Министерство здравоохранения, безусловно, проанализировав все это, приняло решение о том, что на подведомственных территориях должно быть одно юридическое лицо. Что это означает? Это означает то, что пациент, который хочет получить услугу у того или иного специалиста, он на сегодняшний день прикреплен к определенной поликлинике, номер 2, номер 1 в городе Щелково, и он может попасть к специалисту только в этой поликлинике. Больше, к сожалению, по системе ИМИАС, это электронная система прикрепления, он этого сделать не может. Значит, при преобразовании, при реорганизации о том, о чем мы сейчас говорим, и она уже потихонечку юридически началась, мы надеемся, что к середине следующего года она завершится на территории Щелковского района. Житель при необходимости врач, а есть система записи врач-врач, если к тому или иному специалисту нет талончика в данной поликлинике, но он есть в другой поликлинике нашего района, по желанию жителя, гражданина нашего района, он может к нему попасть. То бишь, так называемая маршрутизация жителей в те или иные учреждения будет проходить беспрепятственно, без дополнительных бюрократических проволочек. На сегодняшний день это так, потому что планы финансово-хозяйственной деятельности составлены для каждого учреждения в отдельности. И страховые компании, конечно же, финансируют каждое юридическое лицо в отдельности. И это накладывает дополнительные проблемы, и жители зачастую к нам с этой проблемой обращаются. Поэтому вот такие новшества в следующем году будут. Кроме этого, планируется, что Щелковский район, он особенный район в Московской области. Внутри границ Щелковского муниципального района находятся три городских округа. Это Лосино-Петровский, Звездный городок и Фрязино. Так вот, за исключением Звездного городка, который является закрытым административно-территориальным образованием, и там медицинские услуги предоставляются Федеральным медико-биологическим агентствам, это федеральное агентство, то поликлиника и больница Фрязино и больница Лосино-Петровского войдут в единую больницу нашего района. И это тоже позволит нам решить ряд проблем с теми или иными отделениями в тех или иных и больницах, и, безусловно, поликлиниках. Спасибо. Ну, а теперь к новой теме, теме работы образовательных учреждений. Я сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет. Это некий отчет с расширенным оперативным совещанием в районной администрации, где речь шла как раз о перспективе строительства новых образовательных учреждений, ну и спортивных тоже. Давайте посмотрим, потом продолжим разговор. Девять новых школ откроются в районе в ближайшие несколько лет. Это много, учитывая, что долгие годы их вообще не строили. Вслед за микрорайоном «Солнечные» и «Медвежками» большая стройка начнется в Жигалове. Осуществляются проектные изыскательские работы по среднеобразовательной школе на 1100 мест на Кранжигалово. Хочу отметить, что положительное заключение мы уже получили. И на сегодняшний день буквально планируем на этой неделе выйти на конкурентные процедуры по строительству этой школы. То есть в этом году мы уверены, что строительство уже начнется. Новый корпус школы номер 11 имени Титова, школа в микрорайоне Финский, второй корпус лицея номер 7 на улице Шмидта, школа в новом городке на 550 мест. Эти учебные заведения будут построены за бюджетные средства. Пристройку к школе номер 16 обязался возвести инвестор, компания «Инвестпроект МСК», начальную школу в поселке Клюквины и компания «Аркада». В госпрограмму на 19-24 годы попали 7 детских садов. Деньги на проектирование и строительство, а это около полутора миллиардов рублей, будут выделены из областного бюджета. Садики построят в Щелкове, вблизи школы номер 1 и на Дальнем Воронке. В микрорайонах Богородский, Финский, Чкаловский, Бахчеванджи, а также в деревне Оболдина городского поселения Загорянский. Никита Никулин также сообщил, что до конца года должен быть сдан фельдшерско-акушерский пункт в селе Душеново. В первом квартале будущего года – диализный центр на улице Краснознаменской. Два новых физкультурно-оздоровительных комплекса планируется построить в Щелкове. Один в центре города для занятий спортивной гимнастикой, второй – для водных видов спорта в микрорайоне Щелково-7. В настоящее время решается вопрос включения их в госпрограмму. В городском поселении Монина проектируется бассейн. По поручению губернатора достраивается стадион регби. Ну вот, наверное, много информации мы получили из того, что вы хотели сказать. Зритель знает, что будет, что нас ждет, и сроки названы, и места, где что появится. У нас, правда, приближается время перерыва, но есть еще один звонок от зрителя, поэтому давайте послушаем. Добрый вечер, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Хотела бы задать следующий вопрос. Я проживаю на Чкаловской. Недавно у нас на железнодорожном переходе, через железнодорожные пути, сбили ребенка. После этого, через несколько дней, на Станте-Чкаловской был сбит мужчина. Микрорайон разросся, много жителей. На электричке очень часто ездят. Вот планируется ли поставить, наконец-таки, либо светофор, либо какой-то переход? Потому что переходить уже стало тяжело, много скоростных поездов. Спасибо, Юрий Николаевич. Ну, наверное, немножко не ваша степь деятельности. Наталья, да, добрый вечер. Ну, я хочу вам сказать, что на самом деле в рамках моих полномочий я все-таки вам скажу и отвечу о том, что, конечно, нас очень сильно, и меня, в первую очередь, волнует гибель детей и вообще жителей на железной дороге. Значит, если на сегодняшний день мы об этой теме говорим, то мы очень много работаем вместе с моим коллегой, заместителем по безопасности и его подчиненными, на предмет, конечно же, зацеперов. Это просто бич Щелковского района, по которому проходит ветка Ярославского направления, российский железный дорог. И на сегодняшний день, конечно, мы отчасти с этой бедой поборолись, и сейчас фиксируются единичные случаи вот таких вещей. Но мы практически постоянно, когда идет в сводке гибель ребенка на пешеходном переходе через железную дорогу, мы фиксируем то, что подростки и молодые люди переходят железную дорогу зачастую в неустановленных местах. И второе, это с наушниками в ушах. И в капюшонах. И в капюшонах. И, конечно, здесь, конечно, очень страшно, статистика очень страшная, соглашусь с вами. Конечно, компетенция немножечко не наша, и железной дороги, российской железной дороги на сегодняшний день много чего сделали на территории Щелковского района, и это нельзя не отметить. Вы знаете, что были переоборудованы ряд платформ на территории нашего района. Но это, соглашусь опять с вами, что не в полной мере достаточно для безопасности на железной дороге. Вот буквально сегодня, немножечко тоже вот в эту тему, я получил сообщение, в котором принимал, вот в этой работе принимал непосредственное участие. Это решение суда, Щелковского нашего городского суда, относительно платформы Чкаловская. Она касается темы доступности маломобильных групп населения в электропоезда нашего пригородного сообщения. Мы проводили рейды неоднократные, мы смотрели, даже после реконструкции инвалиды-колясочники не могут попасть в электропоезда нашего направления. Мы очень много раз обращались в российские железные дороги, получали не очень внятные ответы, хотя с ними, надо отметить, на сегодняшний день очень конструктивная работа, потому что мы видим эту работу, что делают наши коллеги на нашей территории. И сегодня решение суда огласит о том, что российские железные дороги обязать привести в соответствие с федеральными стандартами. И, конечно же, нужно двигаться дальше, потому что с такими вещами, конечно, мириться нельзя. Спасибо, Юрий Николаевич. Напоминаю, что вы смотрите программу «Диалог». В гостях у меня сегодня заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов. Еще раз добрый вечер, Юрий Николаевич. Телефоны прямого эфира 567-1440-567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжим наш разговор в предыдущей половине. О, не успела сказать, уже звонок. Итак, слушаем приоритет, как всегда, нашим зрителям. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Ирина. Я бы хотела поговорить по поводу садика «Ростинка» МИР-18, то есть компенсирующего вида для детей с ОВЗ. Мне хотелось бы принести благодарность нашей заведующей, нашим замечательным педагогам. Очень хороший садик. Мы с ценой посещаем группу компенсирующего вида, кратковременного, кратковосрочного пребывания. И действительно, нам очень помогает этот садик. Все усилия педагогов у нас очень большой прогресс. У ребенка аутизм. Очень хотелось узнать, будут ли еще в нашем районе такие же садики. То есть для помощи подобным деткам, потому что их становится с каждым годом все больше. Да, добрый вечер, Ирина. На самом деле, да, 18-й садик у нас уникальный садик. В этом ключе мы многое чего и в этом году сделали в этом детском саду, конечно же, благодаря и руководству детского садика. Безусловно, мы сегодня мониторим эту ситуацию и смотрим относительно тех заболеваний, о которых телезрительница сейчас сообщила. На самом деле, да, мы будем рассматривать вопрос. Вы смотрели, наверное, сюжет до перерыва о том, сколько будет строиться еще новых детских садов. И, конечно, в этом ключе мы будем рассматривать, где в каком микрорайоне этот детский сад будет. Потому что на сегодняшний день такого типа на самом деле он один. Он большой, конечно, он в центре города находится. Он полностью у нас доступен для всех категорий маломобильных групп, для детей и инвалидов. Но его уже становится тесно, хотя мы в этом году в рамках подготовки к новому учебному году добавили еще одну группу, сделали ее комфортной для пребывания там детишек. Ну а как обстоят дела с очередью в ясельные группы детских садов? Мы эту программу осваиваем. Эта задача, собственно, поставлена и губернатором Московской области. Ну и если можно, вкупе, опять же, отталкиваясь от информации, которая прозвучала в репортаже, по строительству и детских садов, и школ, и как идет у нас ликвидация второй смены в школах. Я скажу, что на сегодняшний день в рамках указа президента Российской Федерации Майского мы реализуем программу обеспечения детей не только с 3 до 7 лет, но и с 1,5 до 3 лет. На самом деле для нашего района, я уже говорил, эта задача очень непростая, но реализуемая. И мы ее уже в этом году начали реализовывать. Несмотря на то, что мы в этом году не... Мы сдали в этом году один, ошибаюсь, один детский сад, номер 64 на Гагаринской улице, вот, где есть группы для детишек этого возраста. Но мы еще и в 9 детских садах сделали группы для детишек этого возраста. Это была непростая, очень непростая работа, комплексная, в течение всего лета. Мы закупили туда оборудование, и на сегодняшний день порядка 200 детей этого возраста у нас посещают дошкольные образовательные учреждения. Но этого еще достаточно мало для того, чтобы реализовать эту программу. Поэтому было принято решение правительства Московской области и губернатора Московской области о включении в программу образования Подмосковья на 2019-2024 год и 7 дошкольных образовательных учреждений с образованием там групп для детей ясельного возраста. Потому что Щелковский муниципальный район, наряду с другими районами, не очень много таких районов, но они есть в Московской области, стоит в зоне риска по невыполнению этого показателя, указного показателя президента Российской Федерации. Поэтому совместно с правительством Московской области было принято такое решение. И мы его будем реализовывать. Это очень непростые амбициозные планы, и я уверен, что мы вместе с коллегами их реализуем. Конечно, вторая очередь в образовательных учреждениях. Я не буду повторяться. В репортаже было все сказано, какие образовательные учреждения мы будем строить. Это тоже беспрецедентная для Щелковского района программа, очень тоже непростая. Мы обязаны, просто обязаны к 2024 году ликвидировать вторую смену в общеобразовательных учреждениях и дать возможность всем учащимся нашего района заниматься качественно, в полную меру по федеральным государственным стандартам. Я просто напомню всем телезрителям, что это означает. Это означает, что в этих стандартах есть еще и 10 часов дополнительных занятий, которые нужно организовывать на территории образовательного учреждения, качественно, в соответствии с программой. Сейчас нам это удается очень сложно. Это удается, мы это выполняем. Огромное спасибо педагогам, которые делают все возможное, и руководителям, которые так планируют занятия и первую, и вторую смену образовательных учреждений, чтобы дети могли выполнять полный курс федеральных стандартов. Но при односменном обучении, конечно, это будет сделать намного проще и качественнее. Поэтому работаем и видим, что демографическая ситуация у нас улучшается. Мы видим это по рождаемости в Щелковском муниципальном районе. Поэтому мы, конечно же, ждем бум и в детских садах, и в первых классах, и потом в будущих выпускниках, и в яслях тоже. Поэтому на сегодняшний день программа эта реализуется. И я уверен, что сообща мы сделаем то, что было запланировано, и ни шагу назад. Ну вот мы узнали информацию, что 9 школ планируется построить до 2024 года. Вроде это должно помочь всех обеспечить только первой сменой. Но не секрет, что и в нашем городе, и в районе достаточно много образовательных учреждений, средних школ, которые уже, так скажем, разменяли многие десятки лет. Вот мы постоянно отмечаем юбилей, то 60 лет, то даже 80. Как обстоят дела с состоянием вот этих вот достаточно старых учебных заведений? Ну пускай, ладно, 80 лет 12 школе, она уже в новом здании достаточно давно, а вот остальные? На самом деле и правительство Московской области, и мы в рамках своих полномочий органов местного самоуправления в канун нового учебного года проводим огромную работу по приведению учреждений образования к нормативным стандартам. В этом году я уже могу с полной ответственностью сказать цифру, которую мы потратили на капитальное вложение в систему образования. Это 205 миллионов рублей живых денег, которые были выделены системе образования на ремонтные работы. Кроме этого, правительство Московской области также по поручению губернатора создали такую программу на уровне правительства Московской области. И сегодня я тоже могу уже сказать с полной ответственностью, что у нас в следующем году в план капитального ремонта таких учреждений попадают два детских садика в Щелковском муниципальном районе и две школы. Это первая школа поселка Загорянский, тоже с огромной историей образовательного учреждения, которое тоже недавно только отметило юбилей. И вторая школа поселка Монина. Это две школы, которые попали в первую череду мероприятий по капитальному ремонту. Это тоже огромный груз ответственности на нас, но мы, я уже могу тоже с полной ответственностью сегодня сказать всем жителям, что мы полностью готовы к этой работе. У нас полностью проведены все экспертизы и мы готовы выходить на конкурсные процедуры. И в течение следующего года будут, безусловно, неудобства. Мы всех жителей, учеников, законных родителей, конечно же, оповестим об этом. Там будут некоторые неудобства, но мы понимаем, что это необходимо сделать, потому что ремонтные работы будут проводиться капитального плана. Полностью все учреждения в целом, включая элементы благоустройства, асфальтирование и все системы безопасности, которые должны быть в этих образовательных учреждениях. Это очень здорово, потому что на самом деле нужно смотреть правде в глаза. И нельзя сейчас сказать, что можно сегодня построить и так 9 учреждений. Это на самом деле очень много. И нужно приводить в нормальное состояние учреждения, которые уже существуют. И сегодня эта программа появилась, и мы в ней принимаем активное участие. Чтобы проиллюстрировать ваши слова, предлагаю нашим зрителям посмотреть еще один видеосюжет о том, как провели ремонт в двух школах городского поселения Щелково. Давайте посмотрим. Как известно, важной составляющей образовательного процесса является создание условий в учреждениях. Ремонтные работы в каникулярный летний период проводятся в школах нашего района ежегодно. Так, новый учебный год Щелковская школа номер 2 встретила обновленный. Мы в этом году отремонтировали систему теплоснабжения школы. Практически 80% территории школы. И за счет средств муниципального задания 180 квадратных метров кровли. Ремонтные работы проводились за счет бюджетных средств Щелковского района. Кроме того, дополнительно были выделены средства на асфальтирование территории учреждения. Масштабные ремонтные работы проходили во дворе школы номер 10. Здесь было заменено более 2000 квадратных метров асфальтового покрытия. Работы проходили в течение трех недель. Также оборудована новым резиновым покрытием волейбольная площадка площадью 220 квадратных метров. Проведен ремонт отмостки фасада учреждения. В летний период провели и работы по программе «Доступная среда». В целом на работы было потрачено порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей. В определенные сроки по контракту были исполнены работы по программе «Доступная среда». В первую очередь это пандус для детей инвалидов, переоборудован санузел, на первом этаже установлена навигация. Юрий Николаевич, ну как всегда у нас культура финансируется по остаточному принципу. Так вот и у нас в нашем разговоре, разговор о работе комитета по культуре нашей администрации осталось буквально 5 минут. Поэтому, если можно, коротко о тех событиях, которые были в этом году. Идут два 100-летних юбилея, это 100 лет дополнительному образованию, но это еще опять образование остается, да. И 100 лет комсомолу. Вот как мы отметили эти два события? Ну, я думаю, что жители нашего района наблюдали из-за репортажей, которые вы делали на Щелковском телевидении. На самом деле, система дополнительного образования детей, мы очень гордимся. В ней занимается огромное количество детей, именно огромное количество. И опять же, наш район лидирует, насколько я помню, по количеству занимающихся. По количеству занимающихся в системе дополнительного образования, ни один район практически в области не имеет сразу все типы учреждений дополнительного образования. У нас есть и многофункциональные центры дополнительного образования, комплексные центры. У нас есть и музыкальная школа, и школа искусств, и хореографическая школа, и художественная школа, и плавательный центр «Нептун». Даже два, я бы сказал. Да, даже два. Поэтому, конечно, мы подводили итоги, и 100-летний юбилей, конечно, прошел в районном дворце культуры. И мы увидели, конечно, тех, кто строил систему дополнительного образования у нас в районе. Мы гордимся ветеранами этой отрасли. Мы их поощрили, безусловно. Конечно, мы увидели ребят, коллективы, лучшие коллективы нашего района. Если бы собрать все коллективы и всех исполнителей нашего района в системе дополнительного образования, я уверен, что не хватило бы недели беспрерывного просмотра. Конечно, мы в этом году отметили знаковые события, 100-летний юбилей в ЛКСМ. И, конечно, мы к этому готовились не один день и не один месяц. У нас был построен целый комплексный план. Мы в течение года вместе с образованием, с культурой, со спортом, молодежной политикой проводили комплексные мероприятия вместе с ветеранами комсомола. С теми, кто в те годы, в те советские годы, да, строил нашу страну, строил БАМ. И, конечно же, получилось настолько интересно. И молодежь, которая участвовала, принимала участие в этих мероприятиях до сегодняшнего дня, благодарит всех тех, кто участвовал в этих мероприятиях. Конечно, финалом стало мероприятие, которое мы провели для ветеранов, в первую очередь комсомола, где мы почествовали, отметили это выдающееся событие. Поэтому, конечно, очень здорово, что у нас ветераны передают то самое лучшее, прогрессивное, которое сегодня под стать нынешней молодежи. Да, другие формы, да, другие методы, да, другая страна, но традиции, они остались одни и те же, и формы приемлемы и сегодня. Поэтому мы, на мой взгляд, очень на таком огромном подъеме отметили столетний юбилей в ЛКСМ в нашем районе. Юрий Николаевич, ну и напоследок очень коротко, еще об одном юбилее, ну не таком, конечно, громком, не столетнем, но все-таки 20 лет это тоже значительный рубеж. Я имею в виду 20-летие фестиваля «Душуновские маневры», фестиваль исторической реконструкции. Чем отличилась в этом году реконструкция? Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, у нас были очень огромные дебаты, споры, да, все-таки менять ли форму проведения этого мероприятия и место проведения этого мероприятия. Мы все-таки рискнули и пошли на этот эксперимент. И, как все жители увидели, в этом году этот фестиваль проходил в рамках дня Щелковского муниципального района на территории городского поселения Щелково. И, как показал опыт, все удалось, и фестиваль в очередной раз стал победителем национальной премии Российской Федерации событийного туризма как лучшее городское мероприятие в городах свыше 100 тысяч населения. На самом деле жители высоко оценили и все площадки, которые были сформированы в рамках фестиваля. Мы, как и каждый год, а он у нас был юбилейный, 20-й фестиваль, мы пригласили экспертов, которые внимательно посмотрели, как это происходило, с каким качеством это происходило, нравилось ли это жителям нашего района и гостям. И вынесли свой вердикт, и мы получили в очередной раз первое место. И я очень рад в первую очередь за Щелковский район и за своих коллег, которые вкладывают в это свою душу, силы и, конечно, бессонные ночи. Спасибо, Юрий Николаевич. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо за ответы на вопросы. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был заместитель, глава администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok